Всем привет! В эфире программа «Всё лучшее детям» и я ее ведущая Дарья Козина, мама двухлетнего непоседы. Молодые, даже опытные родители ежедневно сталкиваются с множеством проблемы вопросов, как вылечить, чем кормить, во что одеть, как воспитать, чем развлечь и при этом не сойти с ума. В нашей передаче вы найдете лайфхаки, ответы на вопросы от специалистов в разных сферах и актуальные новости для всей семьи. В музее народной игрушки открылась первая выставка проекта «Всё начинается с семьи». Каждая его экспозиция – это история одной семьи, в которой творчество и ремесло, передаются из поколения в поколение. Первыми свои креативные работы представили родственники научного сотрудника музея Ольги Позняковой. Рисунки, аэрография, резьба по дереву, декоративные композиции, вязаные и вышитые салфетки, авторские народные куклы. Таким творческим многообразием может похвастаться семья Позняковых – квач. По словам научного сотрудника музея народной игрушки Ольги, всё началось с её дедушки Виктора Михайловича Артюхина. Во время Великой Отечественной войны он был лётчиком. В детстве учился в художественном училище. После войны стал инженером-строителем. Участвовал в восстановлении городов Советского Союза. В семейном архиве хранятся его графические и акварельные зарисовки. Его дочка, моя мама Наталья, стала художником, искусствоведом. Человек очень творческий, очень увлечённый. В своё время встретила такого же увлечённого художника моего папу. И в творческой семье он художник, дизайнер, тоже искусствовед. У них много совместных творческих проектов, в том числе и выставочных, и искусствоведческих. Поэтому здесь представлены и художественные работы, буклеты, которые папа как дизайнер делал, и также небольшие такие книги о народных промыслах и о творчестве художников нижегородских. Сама Ольга Познякова тоже стала художником, педагогом. В детстве она мечтала стать учителем начальных классов. Работа в музее позволила воплотить мечту, совмещать творчество и наставничество. Вместе с детьми я изучила народную куклу. Мне она очень близка, очень интересна. На выставке представлены мои работы именно в технике народной куклы, скрутки, бесшовным способом. Старшая дочь Анастасия и младшая Анюта, они такие художественные, творческие, яркие. Старшая дочь закончила театральное училище по специальности художник-бутафор. Сейчас больше работает с живописью и графикой. Младшей дочери 11 лет. Сейчас она обучается в отделении «Дизайн одежды и ткани в дыше номер 2». Их работы тоже представлены на выставке. Экспозиция Позняковых «Квач» стала первой историей проекта «Все начинается с семьи». Он задумывался сотрудниками музея давно. Удачно совпало, что реализовать его получилось в год семьи. Проект «Все начинается в семье» – это способ показать, насколько талантлива у нас семья, насколько сильна эта взаимосвязь поколений, когда знания, умения, таланты передаются из поколения в поколение. Впереди гостей музея ждут еще четыре выставки. Любой желающий может принять участие в проекте. Если у вас творческая семья и вы хотите о ней рассказать, поделиться своими работами саровчанами, обращайтесь в Музей народной игрушки. Подробную информацию можно получить по телефону 6 64 94 или в группе учреждения ВКонтакте. Учебный день школьника длится достаточно долго, поэтому для сохранения здоровья и поддержания хорошего самочувствия в школе организовано питание для детей. Обычно о нем на родительском собрании говорят скупо. Главным образом озвучивается его стоимость, поэтому у родителей часто остается масса вопросов, как часто ребенка кормят, что он ест, кто вообще регулирует школьное питание, чтобы это выяснить, мы отправились в школу номер 10. Наверное, все мы помним, как с нетерпением ждали конца урока перед походом в столовую, соревновались, кто первый пойдет в строю, помогали учителю накрывать на стол и звонко смеялись на фоне запаха какао или свежесваренного супа. У нынешних школьников атмосфера все та же, с небольшими изменениями в организации питания. У учеников два основных приема пищи – завтрак и обед. Фундаментом в нашем городе стал комбинат школьного питания. Ежегодно мы заключаем с ними контракт, и в этом контракте прописаны все условия для того, чтобы обеспечить безопасное и качественное питание для наших детей. Рыба запеченная с картофельным пюре, печень построгановски с рисом, икра кабачковая с зеленым луком, каша рисовая с маслом, запеканка творожная со сгущенкой – это лишь несколько вариантов основных блюд завтрака. По этому списку можно оценить сбалансированность и разнообразие блюд. К слову, завтраки в начальной школе полностью оплачивает государство. Обеды для учащихся платные, но недорогие. Демократичная достаточно цена на организацию питания в городе. То есть стоимость взрослого, скажем так, обеда для старшеклассника – это 140 рублей. Это комплексный обед, который включает в себя первое, второе, третье блюда. Они витаминизированные, сбалансированные питания. Благодаря федеральной программе двухразовое питание для детей с ОВЗ тоже бесплатно. Все школы нашего города работают по доготовочному типу. Меню и состав продуктов определяется комбинатом питания. Все необходимые ингредиенты и полуфабрикаты развозятся по учреждениям. Готовят все на месте, непосредственно перед приемом пищи. Мы сегодня акцент делаем на современное технологическое оборудование. То есть максимально автоматизировать процесс приготовления пищи. То есть сегодня кухня оснащена у нас современными пароконвектоматами, в которых до 10 режимов работы начинают от парового питания и заканчивают запеченными продуктами. У нас два жарочных шкафа, которые действительно обеспечивают максимальный охват учащихся. Пища по санитарным нормам и правилам не подогревается. Это запрещено нормой. Поэтому у нас приобретены мармиты. Такое специализированное оборудование, которое поддерживает питание, пищу на определенном температурном режиме. В столовой используются удобные овощерезки, картофелечистки и хлеборезки. Мойка посуды также автоматизирована. Для этого в школе есть специальные моющие машины, которые обрабатывают приборы при температуре 90 градусов. Контроль качества питания многоступенчатый. На уровне комбината школьного питания, это в обязательном порядке, технологии присутствуют на пищеблоках. Со стороны школы это работа бракиражной комиссии. Они ежедневно работают, снимают пробы. При приеме пищи присутствует продуктов, вернее, питания. В школе у нас действует комиссия общественного контроля. То есть из числа родителей и работников школы администрации ежегодно на родительском собрании, на самом первом сентябре мы избираем новый состав комиссии. Предлагаем родителям поучаствовать в организации общественного контроля. В основном, конечно, мы предлагаем быть членами комиссии, это родителям, имеющим медицинское образование, имеющих медицинские книжки, для того, чтобы они действительно разбирались в вопросах. Заказать питание для своего ребенка родитель может через портал «Умный Саров» или по старинке через педагога. Невзирая на стереотипы про столовскую еду, кормят здесь действительно вкусно. Чтобы не быть голословными, сами продегустировали с оператором обед. Жень, как тебе обеды? Великолепно. Вкуснее. Школьникам повезло, скажи. Сто процентов. Сложно уговорить детей, особенно подростков, нормально поесть. Они питаются чипсами, гамбургерами и наотрез отказываются от овощей и нормального ужина. О рационе детей и правильных пищевых привычках мы поговорили с детским гастроэнтерологом клиники инновационной травматологии имени Цыпкина Натальей Албул. Поговорим сегодня о питании, как привести культуру питания ребенка. Начнем с того, что как вы сейчас оцениваете питание школьников? Насколько оно правильное? Насколько оно влияет на здоровье? Ну, в настоящее время культура питания, конечно, у детей страдает. Привычки здорового питания, к сожалению, не во всех семьях вошли в повседневную практику. Наблюдается такая тенденция к снижению числа практически здоровых детей. С каждым годом все больше детей с хронической патологией. Большую часть патологии, конечно, сейчас занимает функциональное расстройство желудочно-кишечного тракта. Также нарушения физического развития, такие как ожирение, дефицит веса. Но, тем не менее, в детской популяции мы встречаемся и с органической патологией. То есть мы лечим детей и с язвенной болезнью, и с желчнокаменной болезнью, и с воспалительными заболеваниями кишечника. По каким причинам возникают проблемы? В настоящее время в силу интенсификации учебных процессов, в силу активного образа жизни, дети постоянно чем-то загружены, какие-то кружки секции, нарушен режим питания, и рациональное питание, конечно, отошло на задний план. И все эти факторы, плюс еще наследственная предрасположенность, все эти факторы приводят к дисбалансу факторов защиты и агрессии, что приводит сначала к функциональным изменениям. С течением времени это все может приводить к хронической патологии. Какие продукты следует исключить из рациона, а в отношении каких можно сделать послабление и как часто? Однозначно нужно исключить фастфуд. Сейчас очень модно, это удобно, быстро. Повторюсь, в силу активного образа жизни, достаточно большой загруженности детей, не нужно готовить, стоит относительно недорого, но это плохой вариант замены питания. Из питания рекомендуется исключить различные снеки, чипсы, сухарики, сладкие газировки. Сладкие соки тоже не рекомендуются в больших количествах. В качестве перекусов детям не рекомендовано давать с собой в школу, например, булочки, шоколадные батончики. Лучше это все заменить хорошим перекусом. Я вот своим детям рекомендую всегда полнорационные смеси. Они есть в готовом, уже в разведенном виде. Педиашур-малаешка, пептомен, клинутрен, нутриен российская наша смесь. Вариантов очень много, проблем с ними сейчас нету. Достать можно, если захочешь, достанешь. Прямо вот по этой бутылочке давать с собой в школу в качестве хорошего перекуса очень полезно. Из домашнего питания, конечно, стараемся, чтобы все было вареное, пареное, либо запеченное. Без сырных корочек, без майонезных корочек. Стараемся не жарить в масле. То есть это либо тушеное, жирные, жареные блюда, убираем. Колбасы, сосиски тоже не рекомендовано в питании детей. Конечно, всем хочется, это все понятно. Тут главное, наверное, привить ребенку правильные пищевые привычки и сделать это вовремя. То есть если вы в три года ребенку дадите колбасу, конечно, в восемь лет он у вас уже будет самостоятельно идти к холодильнику, отрезать себе эту колбасу и кушать. Поэтому это все должно быть вовремя. Какую роль в формировании культуры питания играют родители? Когда вообще эти полезные привычки стоит прививать? Родители играют важную роль, я бы даже сказала, главную роль в формировании пищевых привычек детей. Потому что родители – это пример. Ребенок смотрит на родителей, на их образ жизни, в том числе и на режимы, качество питания. Поэтому прививать правильные пищевые привычки нужно практически, я бы сказала, с рождения, с момента введения прикормов. Опять же, обращу внимание, что многие бабушки, дедушки очень любят, когда внучок или внучка хорошо и плотно поел. И в основном это мучные пирожки, блины, сладости, угостить конфеткой. Когда они не всегда понимают, что понятно, что это все сделано от чистого сердца, но не всегда это есть польза. Не стоит ребенка заставлять. Многие дети очень избирательны в питании. Это в силу возраста. Часто они боятся пробовать новые продукты. Ни в коем случае не стоит ребенка заставлять. Вот эти вот манипуляции, не выйдешь из-за стола, пока не доешь. Ни к чему хорошему это не приводит. Это приводит только к расстройствам пищевого поведения. Мы всегда рекомендуем наблюдаться у педиатра. Если появляются какие-то жалобы со стороны желудочно-кишечного тракта, мы не ждем. Мы сразу идем на прием к гастроэнтерологу, чтобы не привести к хронизации патологии. Все родители мечтают, чтобы их дети выросли здоровыми, умными и счастливыми людьми. На пути к заветной цели поможет наша передача. С вами была Дарья Котина. До новых встреч. Пусть родительство будет в радость. Субтитры подогнал «Симон»